Доброе утро, подписочники! И прежде чем начать влог, я хотел поделиться новостью, что мне осталось буквально 2 дня до момента, когда нужно выйти на новую работу. И меня это немножко печалит, потому что я не могу пока наладить свой график. Мы вчера с Катюшей легли спать практически в 5 утра, и сегодня у нас есть задача лечь пораньше, потому что иначе я буду зеленый постоянно ходить, не высыпаться на новой работе, а мне нужно большое количество сил и энергии, для того, чтобы показывать результаты. Ну, я надеюсь, мы с этим справимся. Ну, по крайней мере, я уставать буду сильнее, когда буду сидеть целый день за компьютером и заниматься мозговой деятельностью. И прежде чем начать обычный блог, я хотел с вами поговорить про камеры, потому что вы достаточно часто в комментариях задаете вопросы, на что обращать внимание, и я вам сейчас расскажу вообще про все камеры, которые есть сейчас на рынке, и почему я сейчас снимаю на Canon. Вот в качестве предисловия хочу сказать, что Птушкин снял все свои видосы, предыдущие, до последних там событий, на Canon 80D. Объектив у него основной был 17-55 мм f2.8, поэтому картинку, которую он выдает, вы можете наблюдать у Птушкина. У меня примерно то же самое, только у меня дешманский объектив 10-18 мм. Он максимально влоговый, и мне это нравится. Итак, давайте, первое, на что я обращаю внимание, это поворотный экран, у Canon он есть. Второе, это картинка. То есть у Canon в чем плюс? Ты берешь картинку, и с ней абсолютно ничего не нужно делать, она максимально приятная, красивая, и это прям супер кайф. Третье, это время автономной работы. Тот же Canon работает на своей батарейке, офигеть, как долго, можно целый день снимать на одной батарейке, и она вообще не сядет. Вот прям гарантированно, сколько я не пытался и таймлапсы снимал, не получается ее высадить в течение дня, хотя я всегда ношу с собой еще две дополнительных. Canon, он, конечно, выигрывает. Это аппарат, который невозможно практически сломать, он недорого стоит относительно других камер. Ну и оптика на Canon тоже стоит относительно недорого. Например, этот 10-18, на который я сейчас снимаю, Canon стоит 20-ку, а Sony, например, 10-18 F4-0, стоит 40-45, ну примерно вот так. Navita 36000. Теперь давайте подойдем к мелким камерам. GoPro, говно, ночью она снимает очень плохо, вообще не рекомендую. Ну и звук до 10-ой версии, она тоже пишет очень плохо. Sony X3000, отличная камера, крутой звук, но единственное, тут как бы фокусное расстояние, это фиша и какие-то далекие кадры, там горы, там море и прочее-прочее, снимать на нее тяжело. Хотя камера просто отличная, она у меня сейчас лежит в загашнике, но я перестал на нее снимать, потому что картинка на Canon, вот даже Full HD, гораздо лучше, чем у Sony X3000 в 4K. Ну вот такой парадокс. Sony RX100. Тут важно отметить, что самая классная версия, это 7-ка. 5-я, 6-я, в 4K, они просто перегреваются. Но у Sony есть отличительная черта, у них очень хорошие микрофоны. Плюс, если сверху поставить ветрозащиту, тут вообще все будет супер пушечно. Но, говорю, 6-ка и 5-ка, это прям очень плохо. В нее можно снимать только Full HD 30 или 60 кадров, и тогда она не будет перегреваться. Ну и батарейки там, конечно, тоже оставляет желать лучшего, снимает она максимум час. И батарейки там тоже не дешевые. Canon G7X. Первый, ну, даже говорить не буду, это очень старая камера. Второй, отличный, но есть тоже ряд проблем. Она засасывает пыль, и буквально через месяц у вас на объективе будут маленькие точечки, когда вы будете снимать какие-то светлые участки. И у нее бывают проблемы с автофокусом. То есть, ты когда себя снимаешь, вот так держишь камеру, все окей, потом переключаешься, и слышен такой легкий треск. Об этом весь интернет говорил. Мне это не нравится в этой камере, но единственное, у нее, конечно, есть большой плюс, очень светосильный объектив. Но, говорю, вот эти проблемы с автофокусом все портят. Про третью версию даже говорить не буду. Она у меня тоже была, в режиме 4К 5 минут, и она перегревается. Все, невозможно этим пользоваться, поэтому я даже не вижу смысла, если у вас, например, есть G7X2, менять ее на третью версию. Panasonic. Тут, конечно, тоже неоднозначная ситуация. Картинка супер отличная, ничего не перегревается, но автофокус тоже оставляет желать лучшего. Иногда бывает прям очень плохо, то есть, ты в режиме влога не можешь нормально снимать, если у тебя динамические кадры, ты там крутишься, вертишься, переключаешься, просто может затормозить на 30 секунд и не сфокусироваться. В режиме ручной фокусировки все отлично, но автомат у нее прям супер тупой. Давайте теперь перейдем к большим Sony. Тут все отлично. И картинка классная, и автофокус классный, но единственная стоимость, это, конечно, просто космос. То есть, Sony, например, на которой сейчас снимает Катя, в официальном магазине стоит вообще 500 тысяч рублей. Объективы на Sony тоже очень дорогие. Про среднеформатные Sony типа A6500, A6600 тоже есть что сказать. Чем плохая A6500? У нее очень слабый аккумулятор, да, она заряжается через USB, но время автономной работы там прям очень низко, и стабилизация мне вообще не нравится. A6600 – отличная камера, но стоит так дорого, что проще за эти деньги купить M3-ю, просто 7-ю или 4-ю. Ну, то есть, прям не вижу смысла тратиться на это. Единственное, чтобы я порекомендовал и Sony вот с хорошим звуком, с хорошей картинкой, это либо RX100 M7, либо ZV-1. Но единственное, там вам тоже надо будет заморачиваться с стабилизацией. То есть, 4K, там прям тряска такая, достаточно сильная. Если будете снимать Full HD 60 кадров, то более-менее там будет все достойно. Про Fujiki тут вообще отдельная песня. У них все очень плохо с автофокусом на видео, то есть, объективы сильно шумят, поэтому даже не рассматривайте их. И стоят они, кстати, тоже не дешево. А еще я очень важный момент упустил – автофокус и стабилизация. Вот Canon, на который я снимаю, он вообще без стабилизации, но он тяжеленький, весит 700 грамм, поэтому вы не видите вот этой микротряски. И автофокус супер отличный. Вот смотрите, хоп, рука, хоп, лицо. Смотрите, как плавно он это все делает. То есть, ни одна камера не может похвастаться таким автофокусом, поэтому я прям люто рекомендую снимать на Canon. Еще, чтобы я порекомендовал, это Canon M50 первой версии. Она тоже неплохо снимает. M6 Mark II – это практически то же самое, что Canon 90D, но тут все тоже неоднозначно. Почему-то многие об этом не говорят. Canon 80 и 90D, это камеры зеркальные. Там, соответственно, нет этой всей истории, поэтому картинки получаются все-таки разные. Вот на Canon 80 и 90D они гораздо красивее. Да, у нее супер крутая картинка днем, но вечером он снимает, как кусок говна. То есть, вообще не видно. Она практически как GoPro. Невозможно ей пользоваться. Я много раз пробовал, и когда наступает темное время суток, все, картинка сыпется, все там в пикселях, и смотреть на это просто невозможно. Давайте в сухом остатке подведем итоги, что я рекомендую. Sony X3000, RX100 7 версии, ZV-1 и, наверное, Canon M50. Надеюсь, никого там не утоним. Ого! Ничего себе! Это у нас панкейки сегодня. А где кленовый сироп, как в Канаде? Просто не обраду. А с гуку можно? У нас есть сущенка. Да. Ну, бери. А ты не будешь? Нет. Потому что молоко и сахар. А мне так хочется, можно разовочек? На разовочек. Ну, бери. И еще у нас тут батата. А как можно включить свет? А я его же просто выключила. А я даже не умею его включать. Ага. Вот она моя картошка. Я прям жду, не дождусь. Надеюсь, это очень вкусно. Я сейчас буду пробовать. Надеюсь, он не это. Сейчас будет горячо. О! Все! У меня, кажется, потихо. По моим ощущениям, это пюре картофельное смешали с морковью. Вот прям такой вкус. Есть такое? Угу. Даже просто колбутки морковку отварили, сделали пюре и добавили сахар, соль. Угу. Ну, необычное стало. Картошка вообще не чувствуется. Это тупо морковка. Но тебе не очень? Я морковку не люблю. Ну, короче, не очень тебе такое. мне нет. Такое нет. Ну, если тебе понравилось, я буду делать, но так. Ну, не часто. Такую картошку покупать тоже, блин, она стоит. Извините. Сколько ты вот за вот эти две штучки отдала, помнишь? Ну, при этом фришка, когда мы ее брали в фарш, мне очень понравилась. Ну, очень, очень круто было. А? Значит, я не умею готовить батат. Ну, ладно, первый раз. Ты же просто ее в духовке сделала. Ну, я спрашивала, как ты хочешь. Ты сказала, просто в духовке. Да. Ты же не говорил фришку. А может быть, она немножко остынет, и у нее вкус другой будет. Две вот эти большие картофлины стоили, 366. Люди подумают, что мы сумасшедшие. Сколько обычная картошка стоит? Ну, полтинник где-то, да? 60? 1,5 кг стоить у нас это мытый картофель. Есть еще дешевле. А который не мытый, он еще дешевле. Да. Ну, все, давай завтракать. Приятного аппетита всем. Панкейки состоят из бананов, овсяной муки, и чего еще? Яйца. И яйца. Только не говори яички, а то тут по пищу подобейся. Делюсь обратной связью. В общем, мне не зашел батат. Вот так он выглядит в приготовленном виде. Очень, очень сильно похож на обычную морковь. Структура у него такая, ну, видите, совсем не картофельная. Второй раз я бы, наверное, не стал. То есть фришку, да, можно делать. Она очень вкусная. А вот в таком даже запеченном виде мне вообще не понравилось. Я сначала попробовал, она была теплая. Нет, ну, так, средненькая. Вот она подостыла, и все равно. не берите. Либо мы просто не умеем ее вкусно готовить. Какая-то акция была. Я забравил полный бак, подожди, и взял еще воду, и она предложила хот-дог за 10 рублей. Мне интересно, эта акция не потому, что сосиски уже слишком долго тут лежат? Нет. Что, не открываются. Тут моя дверка открыта. Мы сейчас немножко покатались, и на меня нашел вечерний жор. Наварил себе сосисок, тут перепелиные яйца, немножко тут зелени, и с горчичкой, и квасом. Сейчас рублю себе что-нибудь посмотреть, а Катюха уже свалила спать. Сегодня она пораньше решила. 11 часов сейчас. Сейчас часик потупит, посмотрит ютубчик, и будет спать. Но у меня не хватает силы воли. В общем, я чуть попозже, наверное, лягу. Остались на родительское собрание? Друзья, ну можете меня поздравить. С сегодняшнего дня я уже не бездельник. Думал, позаписываю вчера какие-то видосы, и вам расскажу то, что у меня остался буквально один день до работы, но день у нас был скучный, я целый день что-то сидел, бездельничал, Катя тоже, поэтому никаких активностей не было. Сегодня по состоянию, на сейчас я уже устроился на работу, сегодня целый день всякие документы подписывал, устраивался я удаленно, то есть мне не нужно было ездить никуда в офис. Компьютер мой пока не подвезли, поэтому сижу за своим вот этим большущим. у меня как раз там на фоне заявления на перечисление заработной платы, вот только что его отправил. Катюха без меня, не знаю, скучно тебе было, нет? Ну-ка расскажи мне, как ты сегодня день провела, хотя я и так знаю, целый день готовила, сейчас блиночки жарит, голубцы мне сделала, мы сейчас эту часть, наверное, нормальная приезжая. А еще я делала из этого, из баклажана, как они называются? Ну, типа, блинчики такие маленькие из баклажанов, наверное, так. Скучно тебе было? Я йогой позанималась, наконец-то, два дня подряд уже занимаюсь, вчера и сегодня. Молодец. Ты через приложуху? Ну да. Ну я тебя сейчас подожду, ты голову помоешь и поедешь. А еще я чуть-чуть помонтировала, чуточку. Ну, не, закончу. Ну чего? Я раньше волоку выпущу, чем ты. Ну да. Вот, и что еще? А, это я не буду рассказывать пока. Хочу вам еще дать обратную связь по поводу веб-камеры, которую я недавно купил. Вот, можете посмотреть, как она называется. Вот столько она стоит в онлайн-трейде. Мне, честно, очень понравилось. Да, она не пишет 4К, у нее максимальное разрешение Full HD и матрица всего 2 Мп, но при этом у нее очень классная картинка, умеет она в 30 и в 60 кадров, но рабочих созвонок прям вообще супер. Еще по секрету хочу сказать, что вчера вечером я очень сильно волновался, не мог уснуть, ну потому что два месяца не работал и мне предстояло знакомиться с новыми людьми и все это немножко на меня давило. Но я надеюсь, что буквально через недельку я уже адаптируюсь и начну показывать какие-то результаты. На этой неделе у меня основной фокус на знакомство, я буду разбираться, кто чем занимается, буду максимально много созваниваться, ну а дальше посмотрим. Я буду вам рассказывать вообще, как и что у меня происходит, как проходит адаптация. Я думаю, все равно кому-то это будет интересно. Хочу немножко оправдаться, потому что я несколько кадров ранее вам рассказывал много про камеры. Кто-то будет сердиться, что я не приложил примеры видосов, не рассказал о технической части камеры, т.д. и т.п. Вот на самом деле я вам просто максимально сегрегировал все свои знания, полученные за время, вот сколько я снимаю этот канал. И не подумайте, что я какой-то евангелист Canon, но мне он очень нравится, потому что картинку вот я сейчас снимаю, просто ее кидаю на таймлайн и все, с ней ничего не нужно делать. Это прям супер кайф и я это прям обожаю у Canon. Вот эти ее цвета просто перфект. Вот прям не добавить, не прибавить. Да, она не снимает 10-битные, там 4К и так далее, но выглядит все это очень здорово. Вот я на телефоне смотрю, просто кайф. Я уже это слово несколько раз произносил в течение этого ролика, но вот по-другому не могу даже описать насколько я люблю Canon. У Sony в чем проблема? Там все-таки все равно надо немножко заморачиваться с цветокоррекцией, там иногда с лицами немножко непонятная ситуация, то есть оно зеленит, оранжевит как-то, а вот у Canon, ну вот смотрите сами, вообще ничего не делал. Полная автоматика и дешманский объектив и, ну, картинка, я не знаю, мне прям очень нравится. и вот главная печаль этого видоса. У меня осталась последняя бутылка брянского кваса и в ближайшее время мы туда, конечно, не поедем, потому что началась работа. Я думал, все-таки мне его хватит на дольше, но уж очень сильно он мне полюбился. Поэтому вот эту бутылку допиваю и дальше буду скучать. Ну, может, какие-то выходные потом доедем до Брянской, я куплю себе еще штук 20. Ну и манки. Ты расстраиваешься, что я весь квас выпил? Я не расстраиваюсь, что ты весь квас выпил, я расстраиваюсь, что последнюю бутылку ты мне не отдаешь. Мы можем напополам. Мы же как бы с тобой все напополам делаем. Ничего, отмазка хорошая? Так себе. Ты всю жизнь пила, когда в Брянске жила. А я совсем вот столечко. Мне тяжелее отвыкнуть. Я в следующий раз всю машину забью квасом. Сто штук куплю. Сколько это будет стоить? Ну, сколько будет стоить? 60 рублей. Угу. Ну. Посчитала? Да. Да. 6 тысяч. Ну, но на ней 60 стоит. А дороже? По-моему, да. Ну, если 100 рублей, то 10 тысяч. Ну, не 100, меньше. Мне кажется, 82, что-то такое. Нормально. Не, ну, это, конечно, прикол. Конечно, я 100 бутылок не буду везти. Это же пипец. Все? Блинчики готовы? Блинчики готовы. Ну, что, я буду выкладывать этот блок. Блин, а ты оставь вот так, не закрывай. И дуймутся. Подожди, глупцы надо. А чтобы глупцы сюда запихнуть, ты глупцей свой будешь есть. Чтобы глупцы запихнуть, нужно помыть вот эту штуку. И я их сюда закинула. Не могу найти свой контейнер, еще один плоский. Он же такой стеклянный, коричневый. Не помню. Может, киман его оставили. В прошлый раз что-то привозили. Сейчас заедем, да посмотришь. Субтитры сделал DimaTorzok